Качество жизни. Сегодня мы будем учиться разбирать биохимический анализ крови. Каждый из нас хоть раз в жизни сдавал этот анализ, хотя в нём простые люди мало что понимают. Во-первых, что это за мифические названия? Креатинин или панкреатическая амилаза? И эти цифры... Биохимический анализ крови – это фактически зеркало всего нашего организма. Малейшие изменения в его состоянии непременно отражаются на биохимическом анализе крови. Важно правильно интерпретировать те изменения, которые человек видит на бланке. Если у вас вдруг дома есть старые анализы, то приготовьте их, разверните, будем вместе учиться их правильно считывать. Вместе с нами это будет делать популярный певец Алексей Чумаков. Мы встречаем его в студии. А вот и он. Здравствуйте. Добрый. Алексей. Алексей. Я понимаю, что всё в гастролях, в различных съёмках, но всё-таки удаётся как-то следить за своим здоровьем. Ну, удаётся, конечно, Миша, удаётся следить за своим здоровьем, но что касается крови, то, если честно, то сдавал очень давно. Очень давно. Ну, буквально вот несколько минут назад. Нет, несколько минут назад вы сдали биохимический анализ крови в нашей программе, которую мы сегодня и разберём. Причём обсудим наиболее важные показатели, при каких заболеваниях бывают такие результаты и какие нормальные показатели должны быть у здорового человека. Тут у нас есть результаты нормы. Будем выводить Алексея на чистую воду. Давайте мы начнём с такого показателя, как общий белок. Белок в организме выполняет массу различных функций, одна из которых – это транспортная функция. Белок крови осуществляет транспорт различных биологически активных веществ, в том числе транспорт лекарственных препаратов в случае, например, лечения. И участвует в качестве катализатора в очень многих биохимических реакциях. Нормы этого показателя – от 62 до 83 грамм на литр. Понижение данного показателя может свидетельствовать о таких заболеваниях, как панкреатит, воспаление поджелудочной железы. У меня был. О различных заболеваниях печени, кишечника и об онкологических заболеваниях. Но и повышение данного показателя тоже является негативным фактором. Оно может свидетельствовать об острых или хронических инфекционных заболеваниях, которые у вас тоже наверняка были. Повышение. Да, повышение. О ревматизме и об онкологических заболеваниях. Давайте посмотрим на результаты. Да. 71 грамм на литр. Победа. Ну что же, золотая середина на самом деле. Поговорим о следующем показателе, который, как вы считаете, у вас должен отсутствовать. Это уровень мочевины в крови. На самом деле, что такое мочевина? Печень, это вещество, создает из токсического для нашей нервной системы аммиака, который в нашем организме также присутствует. И норма уровня мочевины в крови от 2,5 до 8,3 мм на литр. Низкий уровень этого показателя может свидетельствовать о нарушении в работе печени, например, о гепатите или циррозе печени, о хроническом панкреатите и различных заболеваниях кишечника. Повышение же этого показателя также не является положительным фактором. Оно может говорить о инфаркте почки. Существует такое заболевание. Может говорить о сердечной недостаточности, пилонефрите и об инфаркте миокарда. Слушая вас, простите, пожалуйста, слушая вас, я еще, по-моему, еще лет 10 бы не сдавал анализы. На самом деле, надо чаще сдавать. Алексей, вы понимаете, что это не смешно? Ну, на самом деле, да, это правда. Мы же о вашем здоровье волнуем. Спасибо, Михаил. 3,4. 3,4. Следующий показатель – это креатинин. Конечный продукт обмена белков, который синтезируется нашей печенью и соком крови распространяется по всему организму. Креатинин участвует в образовании энергии внутри клеток нашего организма. И норма его колеблется от 53 до 115 микромоль на литр. Низкий уровень этого показателя бывает чаще всего у людей, голодающих, сидящих на вегетарианской диете, при резком снижении мышечной массы. Повышение же может свидетельствовать о почечной недостаточности, либо о злоупотреблении богатой белками пищи, в частности, мясом. Ну что же? 65 микромоль на литр. Опять все хорошо. Ну надо же. Ну это же прекрасно, по-моему. Вы же ведете здоровый выбор жизни? Да. Ну что же, перейдем к следующему показателю. Это общий билирубин. Билирубин в нашем организме образуется в результате распада гемоглобина, того самого пигмента, который в составе красных клеток нашей крови переносит кислород. В норме показатели колеблются от 3,4 до 17,1 микромоль на литр. И снижение этого показателя может говорить о тяжелых поражениях печени, либо о нарушениях в питании, то есть когда у человека неполноценный рацион. Но у меня такой вопрос. То есть если билирубин завышен, это тоже плохо. То есть это может свидетельствовать о воспалительных заболеваниях печени, например, о гепатите, или о механической непроходимости желчно-выводящих путей. Даша, какие результаты у нас? 15,1. 15,1. Ближе к верхней границе, кстати. Но даже никто не хлопает после этого. Понимаете, что я... Следующий показатель многих людей, конечно, вводит в недоумение – это аббревиатура АЛТ. Это один из ферментов нашего организма, который называется аланин аминотрансфераза. Это фермент печени, который участвует в обмене аминокислот, то есть тех структур, которые образуются при расщеплении белков, и которые жизненно необходимы нашему организму. И содержится он во многих органах нашего тела. Он содержится в скелетных мышцах, он содержится в сердечной мышце, содержится в печени и почках. В норме уровень этого фермента составляет от 31 до 41 единиц на литр. Маленький разрыв тут. Условные единицы. Снижение уровня этого фермента может свидетельствовать о некротических процессах в печени, например, о циррозе печени. Цирроза. А также в некоторых случаях о дефиците витамина В6 в питании. Повышение уровня этого показателя может свидетельствовать о вирусном гепатите. Также может свидетельствовать о циррозе печени, об инфаркте миокарда, о панкреатите. Может свидетельствовать о раке печени, о хроническом алкоголизме и других заболеваниях. Ужас. Узнаем у Даши, действительно ли есть повод беспокоиться. 31 единица. 31 единица, нижняя граница нормы. Опа! Опа! О! Следующий показатель также это аббревиатура АСТ, то есть аспартат аминотрансфераза. Это также фермент, который участвует в обмене аминокислот и содержится и в тканях сердца, и в тканях печени, и в тканях скелетной мускулатуры, сердечной мышцы. То есть в какой-то степени он практически брат-близнец, хотя и разнояйцевый с ферментом АЛТ. Его нормальный уровень также от 31 до 41 единиц на литр. И, внимание, дефицит этого фермента также говорит о тяжелых заболеваниях печени и о дефиците витамина В6. О повышении может свидетельствовать об инфаркте миокарда, о гепатите, стенокардии, остром панкреатите или раке печени. Узнаем у Даши, каков этот показатель. 29 единиц на литр. Ниже норма. Это что говорит? Это на самом деле может говорить... Ну, мы не будем брать сразу какие-то варианты тяжелые, потому что остальные показатели пока их не подтверждают. Но я предположил, что о дефиците витамина В6, безусловно, можно задуматься. В каких продуктах содержится витамин В6? Давайте напомним. Ну, на самом деле, витамины группы В достаточно в большом количестве содержатся в различных злаковых культурах. В хлебе. В хлебе тоже. Как у нас с хлебом? Нием. А зачем? Чтобы не толстеть. Чтобы не толстеть. Ну, Алексей, на самом деле, во-первых, можно использовать для этих целей хлеб, например, из цельного зерна. Грубого помола. Из муки грубого помола. Из муки не высшего сорта. Да не обязательно из пшеничной. Дешевый хлеб есть просто. Ну, на самом деле... Чуть дешевый. Наоборот, дорогой. Но можно этот витамин получать просто отдельно. То есть в составе поливитаминных комплексов или в отдельном виде. Продолжим чтение анализов. Следующая аббревиатура – ГГТ, или гамма-глютамил-транспептидаза. Это фермент, который также участвует в обмене аминокислот. Нормальный его уровень от 31 до 49 единиц на литр. Снижение уровня этого фермента не свидетельствует о каких-то патологических процессах, а вот повышение, может говорить, о вирусном гепатите, алкоголизме, раке поджелудочной железы, простаты, печени, остром или хроническом панкреатите. То есть весьма серьезный показатель. Даша? 36 единиц на литр. 36 единиц на литр. В этом повезло. Остается только порадоваться. Следующий показатель, который заинтересовал Михаила, – это панкреатическая амилаза. Это фермент, который участвует в расщеплении углеводов, в частности, в расщеплении крахмала. В норме его уровень колеблется от 0 до 50 единиц на литр. Не должен превышать этих значений. В случае, если содержание его выше, это может свидетельствовать о панкреатите, либо о нарушении проходимости вводящего протока поджелудочной железы, например, вследствие закупорки ее кистой, камнем или опухолью. В таком случае этот показатель будет повышаться, и сейчас мы узнаем, насколько этот показатель у вас велик. 5 единиц на литр. Ой, как маленький. 5 единиц на литр. Холестерин. Холестерин, на самом деле, важнейший показатель жирового обмена. Считается, что этот показатель очень о многом говорит. В норме его уровень колеблется от 3 до 6 ммоль на литр. В случае же понижения этого вещества, некоторые говорят о высоком холестерине, мало кто знает о том, что понижение уровня холестерина может свидетельствовать о нарушениях в питании, о гиперфункции щитовидной железы, о туберкулезе, различных инфекционных заболеваниях, остро протекающих, о хронической сердечной недостаточности и о других болезнях. Повышение же этого показателя, которое более знакомо большинству наших зрителей, может свидетельствовать о хроническом заболевании почек, может свидетельствовать о диабете у человека, об алкоголизме, понижении функции поджелудочной железы и щитовидной железы. Давайте узнаем о результатах этих анализов. 6,1 ммл на литр. Опаньки! Тут что-то вот не то, да? А что это? Вот такой немного повышенный уровень холестерина может свидетельствовать о нарушениях в питании, например, о злоупотреблении жирами животного происхождения, например, мясом. Давайте поговорим о следующем показателе, это глюкоза. Дело в том, что глюкоза – один из простых сахаров, которые жизненно необходимы клеткам нашего тела для получения энергии и нормального функционирования. Ряд тканей нашего организма просто без глюкозы обойтись не может. Уровень глюкозы в крови должен составлять от 3,5 до 5,8 ммл на литр. Понижение этого показателя может говорить о заболеваниях поджелудочной железы, опухолях надпочечников, может говорить о раке желудка, различных формах отравлений, в частности, отравлением мышьяком или алкоголем, а также о передозировке некоторых лекарственных препаратов. Повышение уровня глюкозы может говорить о таком грозном заболевании, как сахарный диабет, также о заболеваниях надпочечников, например, о панкреатите, об опухолях поджелудочной железы, в том числе об инфаркте миокарда, также может свидетельствовать этот показатель. Узнаем, каков ваш показатель. 4,5 ммл на литр. 4,5. О, ты понимаешь. Прекрасный. Прекрасный показатель углеводного обмена. Мы с вами сейчас пометим красным те показатели, которые имеют отклонение. Давайте, это будет АСТ, и это будет холестерин. Из 10 показателей, только 2 показателя, у вас несколько отклоняются от нормы. По-моему, это повод порадоваться за себя. С одной стороны. И выяснить, что ваш образ жизни все-таки не так уж и плохо. С другой стороны, как мы выяснили, консультация диетолога вам не помешает, по причине того, что, может быть, в вашем рационе присутствует дефицит витамина В6 и избыток жиров животного происхождения. Более того, я сделаю еще один вывод из этой передачи, что я буду уделять время и постоянно охотиться за вашими эфирами, дабы становиться умнее в отношении собственного здоровья, глядя в вашу передачу. Спасибо. Алексей Чумаков был сегодня у нас в гостях. До свидания. Спасибо, Леша. Прошу вас. До свидания. Всего доброго. Как часто нужно сдавать биохимический анализ крови? Об этом мы узнаем у нашего эксперта. У нас в студии Александр Владимирович Шур, врач-терапевт. Спросим у него. Александр Владимирович, добрый день. Вот у нас был 30-летний юноша, Алексей, который делал это 10 лет назад. Естественно, это неправильно. Как правильно? Правильно до 40 лет сдавать. Раз в год, после 40 лет два раза в год. И не нужно бояться. У меня родилась простая ассоциация, что все мы едем за рулем. И раз в год, или по протяжению пробега, мы идем, везем автомобиль, не боимся, смотрим и следим. На техническое обслуживание? На ТО, да. И себя точно так же нужно возить на ТО, не думая ни о чем другом. Что это ТО прошел, посмотрел, посмотрел мастер, посмотрел врач, указал на недостатки, починил и отправил на год дальше. Спасибо большое. Спасибо, Александр Владимирович. На самом деле, недаром говорили в древности, предупрежден, значит вооружен. Сделав биохимический анализ крови, вы сможете заранее понять, что не так в вашем организме, а значит получить от врача нужное вам лечение. И самое главное, подумайте, вы делаете это один раз в год, и весь год вы живете спокойно. Это очень важно. Внутреннее спокойствие за себя. Это была рубрика...